Блок юридической помощи. Это простой способ знать закон. Срочно до 1 октября пенсионерам написать заявление на 13 860 рублей. Нас просят сообщить, действительно ли по закону всем пенсионерам до 1 октября 2020 года нужно написать заявление для получения дополнительной выплаты к пенсии. В размере 13 860 рублей. Как об этом сейчас сообщают в интернете. Или это очередная ложь, для обмана пенсионеров. На что сообщаем, что это конечно же неправда. Такого закона нет и такой выплаты, для всех пенсионеров, не предусмотрено. Как мы сообщали ранее, подобная информация, и схожая с ней, распространяется как правило с целью привлечения внимания набора просмотров на множестве ресурсов в интернете, в том числе и на ютубе. Например, есть целые каналы, посвященные подобной тематике, направленные как правило на пенсионеров, где ежедневно, выходят ролики с громкими названиями, с одной лишь целью, получения как можно большего количества просмотров. И как правило на подобных каналах, сейчас и распространяется данная, либо намеренно лживая или просто неверно понятая, авторами этого канала информация. В данном случае, скорее всего, те люди, которые распространяют данную информацию, просто неправильно поняли, недавнее сообщение от Пенсионного фонда России о необходимости получать или набора социальных услуг, НСУ, сделать выбор до 1 октября, о том, в какой форме они хотят его получать, так как дело в том, что по умолчанию, набор социальных услуг предоставляется в натуральной форме, за исключением граждан, подвергшихся воздействию радиации. Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующие заявления в Пенсионный фонд России, то есть, только граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки, в соответствии с федеральными законами, категории, могут выбрать форму получения набора социальных услуг, натуральную или денежную. Натуральная форма предполагает предоставление набора непосредственно в виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично. С 1 февраля 2020 года он равен 1155 рублей 6 копеек в месяц, лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания – 889 рублей 66 копеек в месяц. Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 137 рублей 63 копеек в месяц. Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек в месяц. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, и мы обязательно ответим. Цель нашего проекта – оказание бесплатной юридической помощи всеми доступными средствами. Если вы хотите помочь развитию проекта и повышению качества и количества выпусков, ставьте лайки, делитесь нашими роликами и, самое главное, Подпишитесь на блог юридической помощи.